Великой Отечественной войне 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 Они даже немножко сетывали, что армия оказалась сверхмоторизированной. Уж до такой степени даже они сами себе упрек сделали, что они перегнули палку. Но это просто все говорит о том, что без нефти большой войны невозможно вести. И задачей Гитлера было эту нефть получить. И здесь очень важный момент. Обычно у нас, когда говорят об этой войне, ну, как с корговоркой говорят, ну, Гитлер получил нефть в Румынии и пошел. А то, что ему потребовались колоссальные усилия, чтобы этого добиться, об этом молчок. И очень интересный момент. Когда говорят о начале войны, вот предтеча Великой Отечественной, всегда говорят о Мюнхенском сговоре. И, честно говоря, это уже стало штампом, навязло на зубах. А было второе аналогичное чем-то событие. Называлось оно второй венский арбитраж, который для истории нашей страны имеет куда большее значение, чем Мюнхенский сговор. Ну-ка, раскроете поподробнее, это очень интересно. Да, то есть, Мюнхенский сговор нам не страшен, по большому счету. В чем состоит этот арбитраж? Арбитраж мы всегда ассоциируемся с судами какими-то. Да, ну так было принято. Когда страны не очень сильные, не очень влиятельные между собой конфликтуют, они обращаются к сверхдержавам той эпохи, это мировая практика, до середины 20 века. Так было и в 19 веке. Для того, чтобы они были арбитрами. Ну, грубо говоря, если выражаться языком близким к нашим временам, когда конфликтуют два лоточника, они обращаются к крыше. Каждый тащит свою бригаду, и они разбираются. Вот примерно на таком уровне было. В чем там было дело? В Венгрии, уже союзник близкий к Гитлеру, претендовала на территории Румынии, которую Венгры потеряли по итогам Первой мировой войны. Румыны категорически отказывались им уступать. И вот этот вопрос был вынесен на венский арбитраж. Почему венский? Неужели Австрия была столь могущественной? А дело в том, что это уже, можно сказать, Германия. Это же 40-й год. А, но это уже была Германия. Это же 40-й год. 30 августа 40-го года. К тому времени супердержавы Европы... То есть арбитром там был Адольф Гитлер? Гитлер и Муссолини. И Италия. Потому что Франция уже к тому времени капитулировала, Англия сидела на своем острове. Советский Союз в этом не участвовал. В Западной Европе больше не осталось сильных игроков, кроме Германии, ну и Италии отчасти. Но сама Италия это часть немецкого блока. Поэтому фактически, да, это был Гитлер. И, значит, по этому арбитражу румынам приказали отдать часть своей территории. Они часть этой своей территории отдали. И, значит, это событие вкупе еще с несколькими двумя, об этом, я надеюсь, мы поговорим, привело к оранжевой революции в Румынии, которая пошла в... Но это оранжевая по нашим терминам. Но дело в том, что настолько оно было похоже на то, что мы привыкли. То есть массовые забастовки, выступления людей. И мы, кстати, в предыдущем нашем эфире отмечали это. И вот на этом фоне, на фоне общего возмущения тем, что приходится отдавать венграм территорию свою, как они считают, группа военных во главе с знаменитым человеком по фамилии Антонеску пришли к королю и свергли его. Дали ему возможность уехать. Он с большим трудом унес ноги, его чуть не убили по пути. После чего Антонеску возглавил Румынию де-факто. Де-юре, Румыния оставалась королевством, и королем там был Михаил, Михай, он же сын свергнутого монарха. Но вот он был ширмой для диктатуры военной Антонеску. И вот только после этого Антонеску сделал Румынию союзником Германии. Дело в том, что я так полагаю, что Антонеску всю жизнь мечтал о власти. Был человек поразительно тщеславный, фантастического тщеславия. Но у него было на это основание. Во-первых, он был из семьи кадрового военного. Лично окончил он с отличием военную академию. Лучший ученик, гимназию. Не академию, гимназию. Потом он пошел в кавалерийскую пехотную школу, прелегированное учреждение. Потом следующий шаг, кавалерийское училище. И под конец военная академия. Во всех этих пунктах он признавался одним из лучших учеников. В гимназии так вообще лучший. И он был кадром военным. И он, очень интересно, имел серьезные внешние связи. Так сложилась его биография, что, во-первых, он был участник подавления венгерского восстания. Имеется в виду Советской Республики Венгрии. А мы знаем, что подавление венгерского восстания было санкционировано с англичанами и французами. Потом он был военным атташе в Англии и еще в других странах. Был англоманом на самом деле. Он грезил о том, чтобы Румыния была одета даже, как английские солдаты, по английскому образцу. Хотя в дальнейшем он сотрудничал с Гитлером. Ну уж так сложилось. Этот человек, конечно, был фантастического тщеславия и считал, что он может и должен управлять Румынией. Что только военные смогут привести Румынию к величию. А тут, как на грех, король сдает территории за территорией. Ну и как получилось дальше? Вот поднялась эта волна неприязни. Да, волна неприязни пошла действительно так. Пошла в средствах массовой информации, накручивается. Везде, везде. Дискредитация Кароля. Все вот это пошло. Да, Антонеску. Получала волна. После этого просто-напросто, значит, чтобы сбить эту волну, военные, кстати, как бы, чтобы сбить, военные потребовали власти. Сказали, премьером надо назначить Антонеску. Это диктат был. Тогда, говорит, наверное, народ более-менее будет утихомирен. С учетом того, что Антонеску как раз хорошо относился к фашистской партии. Как бы фашисты получают компенсацию такую моральную в глазах. Значит, он, Карль, назначает Антонеску. Антонеску на следующий день тут же, на следующий день, говорит, мне мало премьерского кресла. Я требую от тебя отречения. От короля. Да, да, да. Это уже сделал лично Антонеску. Просто на следующий день, да? Я, по-моему, да. Да, на следующий день уже было подписано. Если не раньше, там буквально несколько часов. Если не в ночь. То есть, это дело такое, буквально несколько часов. Получив уже премьеру, имя большую власть. Таким образом, Антонеску получил уже тогда и большую административную власть. Военная уже, тем более, была у него. То есть, он не отказался от поста главы вооруженных сил. Командующего вооруженными силами. И плюс к тому же стал премьером. Он себя назначил вождем, кондукатурал по-румынски. Это в переводе тот, кто ведет. Ну, кондуктор. Тот, кто ведет. Кондукатурал, да. Это кондуктор. То есть, тот, кто ведет. То есть, он себе назначил все. Все, что можно. И вождем себя назвал, и главе армии поставил, и сверхполномочия диктаторские получил. Все сосредоточил в своих руках. Вот, что было бы, если бы Советский Союз пошел на отношения дружеские с Каролем, если бы он не стал требовать от него вот ту же самую Бессарабию, и предотвратил вот этот вот раздел. Не раздел, а предотвратил вот этот путь. Пусть даже раздел состоялся, но предотвратил вот этот путь. Как бы могла развиваться ситуация дальше, по вашему мнению? Обязательно. Вы анализировали это? Конечно, конечно. Я хочу сказать еще один момент. Советский Союз допустил еще одну ошибку. Уже после того, когда отобрали у него и Бессарабию, у Кароля, и Трансильванию, болгары, как я уже говорил, они потребовали южную добру. Ты же помните, я с этого начал. Советский Союз, кто за язык тянул, я не понимаю. Советский Союз выступил с поддержкой болгарских требований. Зачем? Можно подумать, болгары нам друзья были тогда. И этот момент тоже, это, конечно, зря. Что я могу сказать? В этом случае, конечно, гарантом Румынии была бы не Германия, а Советский Союз. В этом случае, если бы Советский Союз поддержал Румынию, окончательно была бы вынуждена быть в нашей вассальной зависимости и поссорилась бы с Гитлером. Ну, конечно бы, тогда Гитлер, если Советский Союз бы оказал полную военную помощь, не получил бы нефти. Это означает, что надо сразу снять 30% немецкой нефти, минус 30%. Сразу. Немцы не получили бы ни промыслов, не получили бы запасов, что самое главное. План Барбаросса был бы невозможен. Но был бы возможен другой план. Какой именно? Я уже говорю с военной точки зрения. Была бы возможность в этих условиях концентрированным ударом решить задачу оккупации Румынии силами венгров, болгар и фашистской Германии. А я же и говорю, что если бы Советский Союз оказал помощь, то Красная Армия могла бы вступить в Румынию и защитить. Они могли решить задачу разгрома той группировки, в том числе и Красной Армии, вступив в ограниченный локальный конфликт, а потом каким-то образом добиться примирения. Ведь перед этим мы еще не забываем, был и другой у нас договор. Не только Мюнхинский сговор. Был у нас и договор Пакт Рементрова-Молотова. То есть там тоже... Я думаю, что если бы Советский Союз вступил, ну как гарант Румынии, вступил бы с войсками в Плоеште, уж по крайней мере взорвать промыслы бы успели. Уж хотя бы взорвать. Я думаю, как уж... Это не решило бы вопрос. Это тяжко на год максимум. Это очень хорошо. Разве год нам не выгоден? Нам выгоден год. Мы же сами знаем, что у нас программа вооружения была к 2042 году. Для нас это было бы очень выгодно. Это во-первых. А во-вторых, не было бы уже никаких иллюзий относительно германских намерений. То есть если Пакт Рементрова-Молотова... Ну иллюзий, я думаю, нашего руководства и не было никогда. Ну, по крайней мере, точно мы не знали, когда нападение будет. А тут-то ясно, что оно будет гарантированно. И понятно, что если Германия захватывает Плаешти и начинает быстро все восстанавливать, то все же понятно. Я думаю, с этой точки зрения лучше воевать на чужой территории, чем на своей. Ну, это понятно все, конечно. Но, тем не менее, в то время, с военно-стратегической точки зрения, вот войс на территорию Румынии королем и румынскими аристократами воспринималось бы крайне негативно. Надо понимать, при таком соотношении, в таком разрыве достатки крестьян и элиты, надо понимать, что Красная Армия, войдя на эту территорию, стала бы на стороне простого народа. Ну да, да, да. Там были бы проблемы. Там были бы проблемы. Элите пришлось бы бежать. После того, как Советский Союз вошел в Румынию, когда закончилась Великая Отечественная война, и начали строиться в Румынии социализм. Кстати, страна действительно поднялась очень хорошо, румынская. И румынский народ поднялся хорошо. Вот, ведь элита ж... Ну, а элита осталась ни с чем, понятно. Да, да? Да, да. Нет, это факт, я ж не спорю с этим. Да, ну все. Ну вот то, что вы рассказываете, очень действительно напоминает теперешнюю ситуацию. Вот посмотрите, Кароль занимал такое нейтральное положение. Он не хотел быть под контролем... Не хотел, это точно. ...тогдашнего гигамона Европы. Сегодня наш президент категорически выступает против двух гегемонов. Это Соединенные Штаты Америки, которые претендуют на гегемонию, хотя не вполне это обеспечено. И с другой стороны, транснациональных финансово-промышленных корпораций, имеющих, кстати, тоже древнейшие корни, которые тоже претендуют на гегемонию. То есть, получается, что наш Владимир Владимирович находится в положении короля. Так ли это? Вы знаете... Где это так? Вы знаете, сейчас это... Только масштаб другой. Неожиданные повороты. Маленькая Румыния против относительно большой Германии в нынешних понятиях. Сегодня громадная Россия, но и против нее всепланетарная элита. В этом смысле, да, и в этом смысле мы говорили, что также можно параллельно с Николаем Вторым прочертить. Тут в чем отличие? В Советском Союзе, хотел сказать, в России нынешней все-таки не существует вот этой вот ударной, высокоорганизованной, идеологизированной, накачанной и отмороженной фашистской силы, которая была вот... Но это сегодня. Да, сегодня. Дело в том, что сегодня роль фашистской силы отмороженной исполняют роль отмороженные либералы. Вы знаете, мне кажется, этих либералов двумя палками резины имеется в виду, можно разогнать. Это так кажется. Дело в том, что надо понимать, что как в свое время во главе вот этой вот марионеточной, карманной, ручной, фашистской партии стоял профессор Коза, а потом появится кто-то другой. У нас есть развеселые ребята, тут же Навальный, очень даже агрессивные. И с точки зрения идеологической убежденности и готовности действовать, он вполне соответствует Зелинскому. Ну, не в полной мере. То есть, а что может послужить? Тогда в Турмэнии детонатором этих революций послужил венский арбитраж. А у нас что сейчас, по-вашему мнению, может послужить детонатором? Вы знаете, если действительно проводить параллельно с венским арбитражом, сдача Донбасса и Крыма может быть таким детонатором. Особенно Крыма. Если Крым у нас вернут, в кавычках, а вернее отберут назад, я думаю, Путин не удержится власти. Такого ему не простит никто. Если Донбасс будет сдан, это как с Трансильванией. Может быть удержится, но на грани. То есть, если действительно мы хотим аналогию искать венского арбитража, но венский арбитраж очень для нас важен. Потому что, если действительно мы видим, что тогдашние сверхдержавы судили Румынию, судили фактически, потому что считалось, что она как бы оккупант, вернее, назначили оккупантом. Ведь Трансильванию-то Румыния получила в соответствии с абсолютно подписанными четкими в Версальском договоре. Да, да. Все же было прописано четко. История повторяется. Повторяется. Здесь то же самое. Здесь даже хуже. С самого начала не был признан Крым Западом. Судебные иски мы уже получаем. Пока что еще не по Крыму, но, например, звоночки идут по изъятию неких активов в пользу Ходорковского, в пользу других. Вполне возможно, что мы можем получить действительно реанимацию арбитража. Я могу сказать, что за Украину есть исторический, как говорится, прецедент. Они вполне могут попросить арбитража. Хорошо. Тогда у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что целесообразно было бы сделать королю Каролю, чтобы избежать вот этого путча. Скажите, да-да. А что, по вашему мнению, как историка и политолога, целесообразно сделать российскому руководству, чтобы избежать вот такой ситуации, которая сложилась там? Вы знаете, Путин в какой-то степени уязвимее Кароле, ввиду того, что у нас крайняя зависимость экономическая от Запада. Румыния, как сельхозстрана, она себя обеспечивала сельхозпродуктами и даже потом экспортировала. Та же самая Германия получила продуктовую базу в Румынии. Это тоже очень важный момент. А наша сторона крайне уязвима для блокады сама в целом, не только Приднестровье, но и наша сторона. Как раз речь идет о том, что в Российской Федерации роль тех сил, которые в Румынии олицетворялись фамилией Антонеску, у нас ассоциируется с теми, которые называются радикальными либералами. Они ассоциируются с понятием экономический блок российского правительства, ассоциируются с олигархатом Российской Федерации, которые претендуют на вступление, вхождение в мировую транснациональную элиту, которые рассчитывают на то, что они, будучи в этой элите, станут соучастниками раздела мира и власти над миром. Но они не делают выводы из истории той же самой Румынии. Видимо, не знают ее. Вот такая ситуация. Ну что ж, дорогие зрители, наша передача подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Хочу только заметить одно. Мы затронули историю давнюю. Венский арбитраж. Начало войны. События, кажется, далекие от нас. Они очень явно проецируются на нашу современность. Россия под ударом. Поэтому будьте бдительны. И помните. Самый главный враг России – это либерал. Денис Леонидович, спасибо за участие. Спасибо за участие. Спасибо. Спасибо.